Рабочая неделя у жителей города над Бугом началась с обильных снегопадов и холодных ветров. Некоторые горожане были очень рады выпавшему снегу. Появился прекрасный повод для отдыха на природе. Другие же с опасением следили за развитием погодных условий. И неспроста. Сиклон изначально захватил только Брестский, Каменецкий, Пиржанский районы. Только к четырем часам он уже охватил Пинский, Столинский, Лунецкий районы. Ситуация была сложная, контролируемая. Благодаря тому, что в ликвидации участвовало более чем 500 человек. В конце дня было обесточено порядка 180 населенных пунктов Брестской области. При этом были обесточены также населенные пункты Барановичского района электрических сетей. Это Барановичские электрические сети и Ляховичский район. Оставить людей без тепла и света специалисты Брест Энерго не могли. А потому бросили все силы на восстановление поврежденных электросетей и в кратчайшие сроки справились с неполадками. Также оперативно действуют и специалисты коммунальных служб. Кроме уборки заснеженного города, в их задачу входит ликвидация упавших под тяжестью снега веток и деревьев. Специалисты коммунальника в этом вопросе всегда держат руку на пульсе. Ведь на кону может быть имущество или жизни людей. У нас есть сектор ландшафтной архитектуры, который выполняет обследование деревьев. Это опасные, которые имеют аварийный наклон, дупловатость, гниль видимые, составляют заключение по этим деревьям и производится удаление. Также вот сейчас после снегопадов данных снег лежит на деревьях, получается очень много поваленных. Каждый день приходят заявки. Да, у специалистов коммунальных служб в зимний период много работы. На опасные деревья, которые необходимо ликвидировать, в основном располагаются в городских скверах и парках. Кроме того, специалисты не упускают из виду и другие локации, где могут быть единичные случаи упавших веток или сильно наклоненных деревьев. К слову, особое внимание в этом вопросе отведено соснам. Их плотные разлапистые ветви не пропускают снег. Работаем на улице городской, которая ведет к нашему городскому кладбищу. Очень много было нависаний на провода горсветовские. Тоже пообрезали ветки со снегом, который свыше 20 сантиметров, мокрый снег. Нависание идет на провода. Два дерева тоже упало на провода. Мы тоже их две акации, которые были по акту на снос. И одно без акта на снос, которые само по себе по тяжести существующего снега упали. Также была проведена очень большая работа в уже 33-й школе на улице Белорусская. Тоже такой же лес в уже школе и тоже сосновый. По рабочему плану у специалистов коммунальных служб сейчас должна была проводиться обрезка деревьев. Но из-за погодных катаклизмов все силы брошены на ликвидацию последствий циклона. И такие изменения в работу внесли и другие службы. МЧС, ГАИ, дорожники, энергетики. Все они не остались в стороне. Это сделано для того, чтобы жизни брещан и их имуществу ничего не угрожало. Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.